вот три минуты я получила справку стоит 250 рублей оплачиваешь сразу в кассе наличными осталось дело за малым купить купальник и идти бассейн магазин нижнего белья вижу купальники там вывески нет рядом магазин перекур по улице победы все купальники у них всего по полторы тысячи бюстгальтер большеват трусы нормально бюстгальтер большой так мире закрытые купальники вроде неплохо но мне маловатый маловатый в бедрах вот с таким какие-то его крылышком маловато тоже красивые такие бретельки маловато все тоже на плечи давят этот ламинго такой тут сексе и плавочки нет вроде неплохо или он так и должен давить вот этот купальник мне больше всего понравился но он маловат маловат так а вот этот какой боярыня морозова дорогу богата сейчас еще пижамки у них примерю смотрю пижаму вот такой черный мне нравится но можно сказать в обтяжку все я садится все удобно но я боюсь что она мне будет маловато стоит чуть поправиться посмотрю сейчас пижама 3000 стоит шелка искусственный шелк конечно но еще одна пижама такой полосатый шелк искусственный шелк вот это посвободнее но и здесь штаны такие как вот сейчас по моде но блин мне непривычные такие это же просто шаровары хотя удобно удобно вот такие штанишки не рубашечка с воротничком белая еще такая же есть пуговички с такой с бусинкой сейчас белой примере так моего белая пижама слушайте на белая тоже красиво такие штаны просто эти палатца про пижамы я еще подумаю а вот купальник я сегодня выбрала напишите в комментарии ваше предположение какой купальник я все-таки купила а свою покупку покажу вам в следующем ролике а я иду на место слияния густья свирки короче в то место где сверху впадает в черное море где вот эти вот волнорезы вот такие море разбушевалась это что-то сегодня с утра так было спокойно я хотела сесть прям вот туда вот на вот эти волнорезы на вот эти вот каменюки она боюсь что меня просто катит водой сейчас море просто брыжет я не вижу а свирка то смотрите как изменила свой фарватер она впадала сразу прям с мостика и в море а сейчас какая стала извилистая так и хочет подмыть этот волнорез смотрите какой голубой аэрарий тоже со скамеечками с таким прекрасным видом на море поезда конечно туда-сюда постоянно ну а я в новостях читала что уже разработчиками разрабатывается новая ветвь железной дороги который будет проходить по горной и предгорной местности и это новая железная дорога значительно разгрузит вот эту сейчас эта дорога туапсе-адлер протяженностью 100 километров проходит полностью через все побережье черного моря и здесь ходят и грузовые пассажирские и электропоезда то создает значительный шум на пляжах мешает не только отдыхающим но и местным жителям и вот будет новая железная дорога проходить по горной и предгорной местности и ветвь от нее будет проходить в лазаревское входить в лазаревское ну а эту железную дорогу оставят тоже будут реконструировать но она значительно разгрузится такой поток поездов и здесь конечно уже не будет но когда это все сделают еще никому неизвестно а вот если пройти чуть дальше в сторону туапсе здесь есть еще одна набережная и такая прям довольно приличная набережная узенькая правда но прям можно гулять вполне прекрасные виды отсюда открываются и на море и облагорожено разными тропическими кустарниками олеандр вот растет юбка урны и скамеечки кругом спуски на пляже напишите в комментариях кто знает как на пихо называется вот это набережная как называется пляж этот такой мосточек с пандусом ветер и вот я только закончилась это набережная вот красиво я вышла сюда к железной дороге поднялась и здесь только вот такие спуски но здесь уже все не облагорожено и дальше вот эти камень и камень и укрепление берега видимо береговой линии тут размывает капитально здесь тоже гостевые дома вот я смотрю гостевой дом элизабет вилла нина крупные такие большие возможно они на зиму сдают можно посмотреть у них сайт обязательно должен быть это улица лазарева я спущусь посмотрю еще на море море сегодня вообще особенно красивая не очень приветливая но какого-то цвета небо просто какое-то кудрява кучерявая постою еще здесь он какой камень здоровенный лежит любую сноволны да и пойду в номер заката скорее всего сегодня не будет видно вид потрясающий потрясающий несмотря вот на эти камень и они придают какой-то особой колоритности одна подписчица поправляла меня в комментариях чем отличается галька от щебня она уверяла что размером нет щебень это вот колотый камень вот это щебень расщебленный а галька она круглая независимо от размера галька круглые камни обточенные волнами так скажем щебнем вот отсыпают железные дороги вот это щебень а пляже в лазаревском песчано-галечные причем на берегу галька а на дне уже где море там песок возвращаюсь по переулку бризовый смотрите мандаринки растут вот они какие красивенькие улица победы машин здесь практически нет победы это уже в ту сторону на север в сторону увеличения вот уже 258 победы вот я сколько иду машин практически вообще нет ни одной не было практически вот эти гостевые дома на горах я думаю летом они все функционируют зимой надо узнавать улица очень красивая победы она и в центре красивая и на окраине такая милая уютная улица дома здесь гостевые дома жилые возможно дома но вот этот недостроенный балкон недостроенный внутри он даже не жилой еще летом здесь все оживает а зимой пока спит кафе огонек похоже не работает в зимний период возможно и хозяева разъезжаются куда-то не выгодно вкладывать деньги в такой зимний бизнес потому что оборотов таких не будет еще в центре поселка да есть резон туристов много здесь посмотрите ни туристов ни машин особо никого нет прям с огромным наслаждением гуляю по этой улице по улице победы смотрите какой красивый тоже вход в гостевой дом и сами гостевые дома там розы цветут иду никуда не тороплюсь и никого абсолютно не встречаю в этом тоже своя прелесть вот еще один гостевой дом с балкончиками с видом на море еще один гостевой дом сдаются номера жильцы там живут я так понимаю зимой сдаются победы 234 ну а я выхожу к столовой тамара у тамары минутка здесь уже улица полностью знакомая отсюда мы ходили свирское ущелье смотреть водопады перехожу дорогу на этом буду говорить вам до свидания до новых встреч